В эфире телеканала БАИ, информационная программа в студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Жители Станицы Владимирской, активные участники санитарного месячника. Уже сегодня сельские населенные пункты заметно преобразились. Исполнение концентрированного бюджета за первый квартал 2016 года, подготовка к первомайским праздникам, вопросы расширенного совещания. Команда пятой школы стала лучшей в зональных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. Управление по делам молодежи отметило достижения. В Лобинском районе продолжается двухмесячек по наведению санитарного порядка и благоустройства. Активно в работу влились жители Владимирского сельского поселения. Они облагородили центр и территорию вокруг Станицы. Работы продолжаются. Обзор проделан в сюжете Татьяны Щукиной. Лицо поселения, его въезды и центр. Именно этой территории во время двухмесячника по наведению санитарного порядка и благоустройству уделяют особое внимание во Владимирском сельском поселении. Между Лобинском и Засовской поселение протянулось на 10 километров. Это большое расстояние вдоль трассы сотрудники Центра хозяйственного транспортного обеспечения и коммунальщики привели в порядок. Много сил потребовалось для расчистки лесополосы. Чистим лесополосы от бензоколонки, от бензозаправки до границы с Засовским сельским поселением вдоль трассы. Чистим поросль, деревья. В следующий этап побелка будет деревьев, чтобы не мешало поросли. Освобождаем и вывозим. Побелкой занимаюсь. Приобрели негашины извести в количестве одной тонны. При распускании она, конечно, в 10 раз объем увеличится. Будем белить деревья вдоль трассы, парки. Станицы Владимирской. Все бордюры, деревья вдоль улиц. Электрические опоры. Красиво, приятно и гостям, и жителям станицы. Обкашивать эту территорию пока нет необходимости, но когда она возникнет, рабочие приступят к делу. У нас все готово, бензотриммеры есть, рабочие есть, вот рабочие выполняют работу, разнорабочие, ЖКХ и ЦХТО участвуют в этом. И будем косить, выкашивать, обкашивать. Уже трава подрастает, вот прошедшие дожди, влаги, влаги достаточно и теплая погода солнечная позволяет. Уже трава начинает активно, интенсивно расти. У нас, да, и трактор задействован, две машины легковые на подвозе, вот инвентаря там и прочее. Вывозим также мусор из саночистки. Приезжает машина мусоровозка, вывозим, собираем и потом вывозим на полигон мусор. Вот экскаватором пользуемся при необходимости. Он же у нас как бульдозер, имеется ковш, на нем, которым можно копать и погрузку производить там и мусора, и всякого там. Это только часть работ. Другие проводятся в центре станицы. Совсем скоро преобразится территория вблизи самых значимых объектов сельского поселения. Для этого уже приобретены декоративные растения. Летом станица раскрасится яркими цветами. Приобрели посадочный материал цветов. Петуни будем высаживать, клумбы перед администрацией зданий и администрации сельского поселения. Дома культуры станицы Владимирской, мемориала, памятник погибшим воинам на хуторе, памятник погибшим воинам в Великой Отечественной войне. Но перед этим работники культурного центра вышли, чтобы убрать мусор и очистить клумбы от сорняков. Уже устоявшаяся теплая погода добавила выше, чем на уборку, положительных эмоций. Настроение отличное. Весна, тепло, хорошо. Убираем с удовольствием, чтобы увидеть результат. Красиво, чисто, чтобы здесь было у нас. Тепло сегодня, хорошо, положительно. Тоже чистота нужна в центре особенно. После субботника мы смотрим, когда вот даже молодежь старается себя вести хорошо, культурно. Не бросают там ни семечки, потому что видят, что чистенько уже. Потому что у нас около ДК в основном собирается всегда молодежь. Полим, белим, конечно, готовимся к Пасхе, готовимся к 9 мая. Ну, хотим, чтобы все было чистенько, красивенько у нас. Приятно, когда чисто, все побелено, красиво. Всегда приятно на это посмотреть. Мы любим нашу станицу, хотим ее благоустроить, чтобы она была всегда в таком состоянии, в котором она сейчас находится. На субботник вышли с хорошим весенним настроением. Это уже у нас не первый субботник в этом году. Но будем продолжать в таком же духе. Труд взрослых – пример для детей. За работой своих педагогов наблюдали воспитанники. Это станет для них уроком, который позволит ценить чистоту и порядок с юного возраста. Я люблю свою станицу и хочу, чтобы она была чистой и нарядной. Я тоже люблю чистоту и хочу, чтобы наша станица была чистой и красивой. Также в поселении ведут борьбу с мусором и готовятся к главному событию двухмесячника – всекубанскому субботнику, который состоится уже в эти выходные. Убираем мусор, выявляем несанкционированные свалки, убираем, ликвидируем их. Еженедельно проводятся санитарные пятницы. После обеда все работники администрации, ДК, общественных организаций и жители станицы Владимирской наводят порядок. И все работники выходим, собираем мусор, убираем прополка газончиков, побелка деревьев каждую пятницу. И предстоящий 16 апреля будет всекубанский субботник, на котором будем белить, убирать территории. Все жители уже в курсе, все с удовольствием выходят на такие мероприятия. Заказали саженцев, березок, лип, черемухи. И в эколого-биологическом центре обещали нам саженцев также. Будем высаживать и в нашем парке подсаживать. И на поле перед администрацией там уже в прошлом году высаживали. Ну, может, некоторые там и принялись, некоторые слабенькие. Будем подсаживать, облагораживать территорию. Татьяна Щукина, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». О ходе санитарного месячника шла речь на этой неделе и в администрации района. Александр Садчиков на расширенном совещании с главами поселений дал оценку выполненным работам. Правда, не все поселения выглядят одинаково, поэтому прозвучали и замечания, и отмечен положительный опыт. Правила уже установлены, менять их никто не собирается. Лобинский район всегда был опрятным, чистеньким, ухоженным. Что в целом по городу можно сказать? Кто бы ни приезжал, люди говорят, да, город чистый, город достойный. Глава района дал положительную оценку Лобинской городской администрации. За годы наработан четкий план на ведение санитарного порядка. Город выглядит привлекательно. Побелил все въезды. Это к тому, я говорю о том, что человек начал правильно. Он начал работать оттуда, откуда идут дороги в город Лобинск. И Армавирское кольцо, и Курганинское, и Владимировское. Когда люди едут, смотрят, здесь работает хозяин. А когда прошлогодняя побелка, так сказать, потекла и выглядит так неряшливо, ну вот это так оно, как говорится, и хозяева здесь такие. Заместитель главы после проведенного комиссионного объезда всех поселений поделился наблюдениями с присутствующими. Василик Леев начал с критики, назвав самые удручающие населенные пункты. Этот список возглавил Харьковский. Есть замечания и в адрес администрации Сладковского поселения. Не везде порядок в Упорненском, хотя сельский парк заметно преобразился. Уже в эту субботу, в день Всекубанского субботника, у жителей будет возможность доделать незавершенное. Вслед за санитарными вопросами обсудили финансовые. Первый замглавы района познакомил участников совещания с исполнением консолидированного бюджета за первый квартал 2016 года. По оперативным данным, в консолидированный бюджет Лобинского района за три месяца у нас поступило 316 миллионов рублей или 20% годового бюджетного назначения. Это показатели выше среднекраевого уровня. Если среднекраевой темп роста дохода составляет 4,5%, то у нас рост консолидированного бюджета 17,5%. По этому показателю мы восьмые в крае. Плановый показатель несколько худший процент исполнения. Мы занимаем 30-ю позицию по исполнению консолидированного бюджета. Связано это с тем, что у нас планы очень напряженные, очень такие амбициозные. Мы меньше планировать не можем каждый год, потому что нам необходимо производить большие расходы. Поэтому мы каждый год берем такие большие планы. Основной причиной высоких темпов роста консолидированного бюджета является оплата ряда налогов. Так в этом году, как и в прошлом году, у нас на территории Лобинского района осуществляет свою деятельность один из таких хозяйствующих субъектов общество страховое Ингострах. Вот они в прошлом году заплатили, за прошлый год заплатили налог на прибыль в первом квартале текущего года. И мы по этому показателю с большим приростом идем к прошлому году. Также филиал молочный комбинат Данон произвел оплату налога на прибыль. Вот по этим двум субъектам хозяйствующим мы обеспечили исполнение доходов по такому источнику, как прибыль, с большим приростом к прошлому году. Александр Демченко отметил, что в этом году Лобинскому району удалось снизить задолженность более чем на 100 миллионов рублей. В первом квартале текущего года нам удалось снизить задолженность по налогам на 111 миллионов рублей или на 45 процентов. Ну вот такое стремительное снижение, это очень хорошо, конечно, это будет, я думаю, отмечено в крае, но оно произошло из-за того, что была завершена процедура банкротства по нашему мясокомбинату ЗАО Лобинске, и была списана задолженность в сумме 121 миллионов рублей. Это нам позволило улучшить показатели по снижению задолженности. Далее речь пошла о районном бюджете и бюджетах поселений в разрезе каждого. Первый зам поставил приоритетные задачи. Это, безусловно, 100 процентов и не менее исполнение бюджетных назначений, обеспечение темпов роста не менее 10 процентов, и сокращение задолженности. Также в повестке дня этого совещания стоял вопрос проведения сельскохозяйственной переписи. Она состоится с 1 по 15 августа текущего года. Людмила Никонова, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». Хорошую новость принесла команда пятой школы. Юноши и девушки заняли первое место в зональных соревнованиях. Солдатами не рождаются, солдатами становятся. Теперь ребята будут защищать честь Лобинского района на краевом этапе. Благодарность управления по делам молодежи за подготовку команды получили и педагоги. Длинный звонок позвал всех учеников пятой школы на линейку. Во дворе их встречали директор образовательного учреждения и начальник управления по делам молодежи. Повод для сбора очень приятный, говорит директор Лея Казимирова, обращаясь к учащимся. Команда школы заняла первое место в зональном военно-спортивном конкурсе «Солдатами не рождаются, солдатами становятся». Это ежегодное мероприятие, которое проходит при поддержке Департамента молодежной политики Краснодарского края. В начале своей навыки военной подготовки будущие бойцы продемонстрировали в районном конкурсе. Ребята в военной форме мастерски справлялись с метанием гранат, сборкой автомата и многими другими военными упражнениями. По итогам муниципального этапа команда пятой школы стала лучше. Именно этим школьникам выпала честь защищать район в зональном соревновании, где они также заняли первое место. Нам очень приятно вдвойне, что наше оправдание, надежда оправдались. И наши ребята, учащиеся пятой школы, заняли первое место и обошли такие серьезные команды, как Сочи, Новороссийск, Армавир. Понимаете, я считаю, это победа всего нашего района. Нам очень приятно, поэтому сегодня мы со специалистами управления по делам молодежи присутствуем на торжественной линейке и будем, конечно, чествовать и награждать, благодарить ребят, директора этой школы и преподавателя ОБЖ, которые приложили все старания и усилия для вот таких вот достижений. Всех членов команды пригласили на награждение. Победители и школьники приветствовали аплодисментами. Сегодня, глядя на молодых, подтянутых юношей, можно смело сказать, родину есть кому защищать. Начальник управления по делам молодежи поздравила учащихся и вручила капитану команды кубок от муниципалитета и грамоты за первое место в районном и зональном этапах краевого конкурса. На торжественной линейке также были отмечены члены команды, показавшие лучшие результаты в личном зачете. Моисеенко Роман за первое место в соревнованиях в выполнении норматива по огневой подготовке. Бурные аплодисменты. Настоящий стрелок. Банкова Анастасия, первое место в соревнованиях в выполнении норматива по военно-медицинской подготовке. И Гришин Кирилл за второе место в соревнованиях по физической подготовке зонального этапа военно-спортивных соревнований. Победе в соревнованиях предшествовала большая и кропотливая работа как учеников, так и педагогов. В военно-патриотическому воспитанию молодежи в школе уделяют особое внимание. За что благодарностями были отмечены директор и учитель ОБЖ. Ребята, вы большущие-большущие молодцы. Первый раз у школы, у допризывной молодежи такой успех. Первое место занять на муниципальных соревнованиях. Первое место занять в крае на зональных соревнованиях. Я хочу пожелать вам достойно, потому что теперь придется ехать на краевые соревнования. 23 марта. Вот, апреля. Достойно вам также выдержать все и показать себя на краевых соревнованиях, не забывая, что вы уже лицо теперь не просто города, муниципалитета, лицо района, лицо зоны. Вы теперь лицо края. Лицо муниципалитета на уровне края будете. Военно-патриотическая работа в основном проводится со всеми классами, начиная с седьмого и кончая одиннадцатый класс. Ребята очень хорошо к этому относятся, положительно. Всегда, я, насколько знаю, и сколько я их приглашаю всегда, когда они приходят на занятия, они с большим удовольствием этим все занимаются. Магазин «Техностиль» вновь радует своих клиентов сюрпризами. С 15 по 17 апреля в магазине проводится распродажа. Подробности в сюжете на правах рекламы. Современная бытовая техника должна быть более доступной. Это один из основных принципов работы магазина «Техностиль». Здесь представлен большой ассортимент телевизоров, холодильников, посудомоечных и стиральных машин, пылесосов и других товаров для дома. «Техностиль» работает напрямую с заводами-производителями. Благодаря этому удается поддерживать привлекательные цены и успешно конкурировать с другими магазинами. В нашем магазине большой ассортимент крупной бытовой техники, таких как холодильники, стиральные машинки, газовые плиты. Работаем с разными брендами. С «Гефестами», с «Атлантами», «Эндезит», «Элджи», «Самсунги». Также у нас очень много мелкобытовой техники, таких как миксеров, блендеров, микроволновок. Также для мужчин большой ассортимент товаров. Сварочные аппараты, керхеры, бензопилы, мототехника. Большой выбор автоакустики, автомагнитол, автоусилителей. Повышенным спросом пользуется цифровая техника ведущих мировых производителей. Планшеты, ноутбуки, телефоны, фотоаппараты и сопутствующий товар. Всё это вы найдёте в магазине «Техностиль». А разобраться с выбором необходимой техники всегда помогут профессиональные продавцы-консультанты. К услугам покупателей и доставка приобретённого товара по адресу клиента, а также сервисное обслуживание. В магазинах нашей сети есть свой авторизованный сервисный центр, который включает в себя, который осуществляет обмен, ремонт на протяжении заводской гарантии. Также и после неё до пяти лет. Наш веб-сервис включает в себя множество преимуществ по сравнению с заводской гарантией. Именно это бесплатный выезд мастера, ремонт, обслуживание техники, диагностика. Техника, приобретённая сервисом, меняется в случае поломки в день обращения. В «Техностиле» покупатели всегда ждут интересные предложения, акции, скидки и подарки. И вновь магазин приготовил настоящий сюрприз для своих покупателей. С 15 апреля «Техностиль» объявил большую распродажу. Цена снижена на все группы товаров. Так что тем, кто мечтает приобрести новую цифровую бытовую технику по сниженным ценам, нужно поспешить в «Техностиль». Акция продлится всего три дня – с 15 по 17 апреля. Магазин «Техностиль» – это удачное сочетание цены и качества. Партнер выпуска новостей – компания «Окнопарк». «Окнопарк» – надёжно окно по доступной цене. Это все новости сразу после рекламы. Смотрите прогноз погоды с Ириной Берековой. Всего доброго! До свидания! Только в «Окнопарке». Окно метр двадцать на метр тридцать. Одно положение открывания с подоконником и отливом. Всего четыре тысячи пятьсот рублей. «Окнопарк». «Лабинск». Международная, 58. Телефон 8-918-354-58-48. Ведь не Experience», всё ещёred. «Эля, 200-518-38. Но это вот как издеваем. Производ sleepy The